Ребёнка из Кусы лишили инвалидности, а с ней лекарства от тяжёлых болезней. Дорогостоящее лечение легло на плечи родителей, а мальчик нуждается в постоянной медицинской помощи. Подробности в материале Светланы Свечкарёвой. Семилетний Богдан любит рисовать, но сюжет всегда один и тот же. Скорая везёт задыхающегося человечка. Печатными буквами Богдан подписывает пункт назначения. На домике с одним окном появляется слово «больно». Это чувство мальчику знакомо с рождения, со страшными приступами, удушья. Его госпитализируют каждые несколько месяцев. Скорая помощь. А куда она едет? Она едет в больницу. Тут лежит человечек. А ты часто на скорой помощи едешь? Ну да. Он лежит, потому что он болеет. Человечек болеет, да? Да. Он кашель едет. Семилетний Богдан из Кусы нуждается в помощи. Телеканал УТВ и благотворительный фонд «Родная» объявляет сбор средств. У мальчика врождённый порог сердца. Астма, не работает одна почка, аллергия. Болезни развиваются из-за неправильно растущего позвоночника. Сейчас Богдану необходим жёсткий корсет. Их делают на заказ за 20 тысяч рублей. Это основной диагноз, по которому у нас инвалидность, это врождённая аномалия позвоночника. Вот у него там лишний полупозвонок. Из-за этого идёт деформация грудной клетки, спины. Вот лопатка, как видите, выступает. На операцию нас на данный момент не берут. У нас было три попытки. Приезд съёмочной группы для Богдана праздник. Ведь кроме врачей и семьи, других людей видит редко. Не выдерживает и пробует торт ещё на кухне. В обычное время соблюдают строгую диету и каждый день ест горькие таблетки. Так, вот этими препаратами мы снимаем приступ, когда у ребёнка возникает бронхиальная астма. Так, вот это вот при плохих анализах мочи нам выписывают. Лекарно выписывает кардиолог. Так, ну эти все как бы по симптомному. Каждый месяц только на медикаменты семья тратит около пяти тысяч рублей. Мама Наталья рассказывает, по ночам у неё случаются приступы бессилия. Плачет, но так, чтобы сын не видел. Наталья и её супруг усыновили Богдана пятимесячным. И сразу знали, что он болен. Потому что здоровых и так без нас разберут. А эти... То есть вот даже сейчас мы, если, дай бог, будем ребёнка брать, мы возьмём ребёнка именно такого, которого никто никогда не возьмёт. Здоровых и так как бы разбирают хорошо очередь. Мы вызвонили очередь два года, то есть на здорового отказника. Поэтому так вот там был здоровый ребёнок. Нам предлагали, в принципе, вот мальчика ещё одного. Но мы почему-то на этого посмотрели и сказали, что это наш ребёнок. Богдан очень любит гулять, но в день мама разрешает делать ему это всего 20-30 минут. Во-первых, мальчик может простыть и попасть в больницу. А во-вторых, от долгих физических нагрузок он быстро утомляется и начинает задыхаться. Богдан мечтает выздороветь. Но для этого нужен не только дорогой корсет, но и медикаменты для сердца, операция и путёвка в санаторий. На всё почти полмиллиона рублей. Раньше у Богдана была инвалидность. Многие препараты получал бесплатно. Но год назад перечень заболеваний для инвалидности изменился. Не нашлось в этом приказе показаний именно по этому диагнозу. Но они после того, как было отказано в бюро МС города Златоуста, мы относимся территориально к ним, они также ещё и в область им тоже было отказано. Помочь Богдану может любой телезритель. Нужно просто отправить СМС на короткий номер 7522. Напишите родная, поставьте пробел и наберите сумму, которую хотите пожертвовать. Её спишут со счёта. Акцию поддерживает Билайн МТС и Мегафон. Светлана Свечкарёва, Евгений Гладышев, УТВ.